Это как гвоздика, как всегда вы любите. Это военные святыки. Глядя на Николая Ивановича, сразу и не скажешь, что бодрому мужчине уже 96 лет. Прямая осанка, ясный взгляд и твердая рука. Ветеран Великой Отечественной был призван в ряды Красной Армии в начале войны. В 1941 году 21-летний парень служит на военном аэродроме техником боевых истребителей. Тогда он рвался в небо громить фашистских захватчиков в воздухе. Но будучи мастером золотые руки, Николай Иванович так и до окончания войны чинил самолеты. В лютые морозы и жару восстанавливал военную технику. Война эта убивает людей. Как ни страшно, конечно, убивают людей, страдают много. После войны осталось страдающих много людей. Поэтому опасно, чтобы ее не было никогда этой войны. После военной года Николай Иванович работает в Восточном Казахстане. Позже переехав Шемкент, более 20 лет трудится на ЦЭМ-заводе. Воспитал сына и дочь у ветерана, четыре внука и столько же правнуков. Секрет своего долголетия объясняет им, что никогда не имел вредных привычек. Я не пью и не курю. Это такую дрянью не занимаюсь. Не занимаюсь. А пить я тоже не пью. Сейчас только если, если редко, когда рюмочку вина, венца выпью. А так я не пью и не курю. Поэтому у меня сохранилось здоровье у меня. Праздничный торт и ароматный чай из подаренного самовара дочь Николая Ивановича обсуждает с отцом вечернее меню застолья. Гостей говорят, в их доме всегда много. Придут, конечно, дети, придут внуки. Может быть, правнуки придут. Стол сегодня готовим. Торт спекли. Он родился на Масленицу, когда пекли блины. И вот каждый год бабушка и мы вот сейчас продолжаем эту традицию. Даже если Масленицы нет, мы все равно печем блины. Потому что он говорит, я родился, когда была Масленица. Когда мама, бабушка пекла блины. И поэтому мы сейчас опять приготовили блины. И уже после съемки Николай Иванович, прощаясь со съемочной группой, приглашает нас в гости 9 мая, в День Великой Победы. Фронтовик обещает показать роскошный цветущий сад, посаженный заботливыми руками ветерана Второй мировой. Алимхан Дюсенгалиф, Эльдар Жунысканов, Константин Гавшев, Информационная служба, телекомпания «Отрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова